90-е вошли в историю молодой России как лихие. Мы помним Гласность, Малиновые пиджаки и, конечно, 600-й Мерседес, самый популярный автомобиль нового русского. Сегодня методы сколотить капитал уже другие. Вместе с этим изменилась и мода, но престиж S-класса остался прежним. Представительский Мерс менял облик, но всегда был в тренде. Вот и сейчас флагман ведущей немецкой марки традиционно актуален. Это, как всегда, плавность хода, непробиваемая подвеска, продуманная эргономика и гладкость линий в дизайне. А как вам функция удержания передних пассажиров на поворотах или массажные кресла? S значит зондер, то есть особый. Чистолюбие Мерседесу не занимать. Пафосным словом немцы величают свой флагман. При этом технически S-класс не самая передовая машина в линейке. Да и по цене есть модели покруче, причем не только в суперкар-сегменте. Но, разумеется, Даймлер не на пустом месте выделяет S. Есть на то свой резон. Давайте разбираться. 600-й в Европе давно не в почете, уж слишком прожорлив. Перед вами BlueTek CDI 250. То есть, как нетрудно догадаться, среднекубатурный дизель, наследник S320. В 2009-м кузов W221 прошел через легкий фейслифтинг. Светодиодная оптика, более строгий передний бампер, ничего кардинально нового. Зато, если сравнивать с тем самым W140, то есть с 600-м Мерсом из далеких 90-х, изменения просто революционные. Вряд ли штутгарцы заботились о моральном облике своего авто, который в России иначе как бандитским не величали. Однако тенденция налицо. S-класс с годами стал гораздо грациознее, интеллигентнее. При этом подрастерял харизму и первобытную силу. Вполне вписывается в исторический контекст нашей с вами родины. Традиционно перечислим системы безопасности, есть чему удивиться. Датчики слежения за усталостью водителя оценивают более 70 параметров. В ESP интегрированы флюгеры, то есть машина может корректировать курс в шквальный ветер. Полезно в дальней дороге и при включенном круизе. Тем более боковая парусность у седана длиной 5200 должна быть приличная. При поворотах внутреннее колесо подтормаживается и включается срыв в занос. Ну и обычные для нынешних мерседесов комплексы слежения за разметкой, знаками и мертвой зоной. А как вам нравятся адаптивные фары, которые автоматически регулируют яркость, чтобы не раздражать водителей навстречки? Конечно, АМГ не могли обойти вниманием этот седан. Задача не из легких сделать антилопу из заднеприводной коровы весом 2 с лишним тонны. С63 и С65 шедевры тюнеров. 65-й оснащен 12-цилиндровым битурбомотором. Это удивительная 1000 ньютонометров на 4000 оборотах. И совершенно невероятная характеристика на низах. 570 ньютонометров почти на холостом ходу. С63 в 2010-м получил абсолютно новый двигатель. Он чуть слабее 65-го, но расход топлива, внимание, 10,5 литров. Это официально подтвержденные данные. Кроме оспортивленных, есть и бронированные версии. С600 Гвард – лидер сегмента лимузинов для особо важных персон. Сделан он на удлиненной базе и потолке выше. Разумеется, чтобы тащить 4,5 тонны брони, усилена подвеска. Цены, разумеется, зашкаливают. Удовольствие в полном фарше обойдется в 7 миллионов. А вот цель только начинается от этой суммы. При этом следует помнить, что за рулем S-класс обычно едет водитель, а хозяин машины наслаждается просторным задним диваном. Еще не Rolls-Royce, но уже около того. При этом не такой вычурный. Бытие определяет сознание, и наружность машины всецело согласована с назначением. Термин «бизнес-класс» тут не очень уместен. Лимузин – он и есть лимузин. Катит такой черный ящик по улицам, и никто на него не обернется. Он заслуживает внимания, но совсем его не привлекает. И не зря Mercedes скурпулезно и тщательно прорабатывает каждое новое поколение особого класса. Спрос у миллионеров средней руки вполне устойчивый.